привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга эта игра черная книга мы с вами совсем у врат властелина ада мы с вами в аду и в прошлой серии в конце я еще удивилась почему нет у просителя сейчас запустив игру общем-то с охранки с этого места смотрю что он опять есть давайте я выберусь из ссылки и вновь увижу своего командира я благодарен тебе василиса я не ошибся в твоей силе возможно служение тебя было единственным верным решением в череде роковых ошибок вот как слушайте смотрите 13 брат вдруг с нами поговорил но пистер недоступен но тем не менее смотрите к 13 до нас добрался вот оно как и это просто и среднего привала моя госпожа но я не вижу трона осталось немного за лесом грешников перед вами откроется вид на сердце нашей обители надеюсь вы убедились воочию что то что зовется миром падших душ и несчастных привидений на деле оказалось еще страшнее впервые вижу такие кошмары о подождите госпожа как вы догадываетесь мы не сидим сложа руки мы отыграем потерянные позиции не сомневайтесь к сожалению вынужден проститься след для меня было большой честью и не менее великой радостью сопровождать вас на тропах так ну вот и с принцем мы тоже попрощались так давайте-ка мы подойдем к вопросу серьезно во-первых колдовская бутылочка нам возможно пригодится но все остальное в принципе пока что неплохо служит я все оставлю как есть в черной книге по большому счету тоже поставлено все как мне надо единственное что давай ка посмотрим что там и там последнее прихватили красноречие до эффект складности на 4 жертвах это жертвы нам не словом загоре эффект 5 летучий окрада от счетов летучий окрада вот это бы я добавила мне понравилось как работает сожалению он один и это не этот и не этот вот этот ветер мы моисей и вычеркивается до концах битвы я бы такого бы еще бы если можно бы купила бы честно говоря и наверное я сейчас книгу нельзя вписать дополнительные слова почему а купить вот купить можно вписать нельзя вот и поставлю-ка я его вместо чего-нибудь грибной хлеб лечебные травы оставила бы я наверное вместо рыбы кита раин рада павлушка так подожди с глаз он . где у меня была рыбакит или как-то он там назывался синий камень регенерация тоже можно убрать вот это можно убрать а вот это еще одно поставить ветер мысей хорошие вещи нам давал вот мы все наверное наверное все отправляемся давайте в путь дорожку и нам на в лес грешников лес грешников этот лес не похож ни на один из тех что я видела старая ухабистая дорога петляет через шевелящиеся деревья вам слышен шепот среди ветвей и вы с ужасом понимаете что здесь ад вырастил рощу из грешных душ вы ускоряете шаг не в силах выдержать их бормотание они чего-то просят что-то требует но истерзанные мукой голоса не разобрать даже так мы здесь можем походить зачем нам это с кем-то поговорить кого-то освободить собрать травок или это скорее всего просто для драматичности сюжета ой 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 вон там кто-то висит могу я хотя бы тебя снять так понимаю мне надо пройти чтобы за вас не зацепиться и так понимаю или мне надо с вами ох вряд ух вряд ли атака и василиса дима вообще чаши грешников мы все еще в этом лесу куда мне пойми мой год но мы такое уже видели мы в такое уже входили поэтому что ж вперед слушай подожди василиса смотри тут круг очертанная ну да ладно а Это ты! Верно. Верно, Василиса. Что с желанием, сатана? Я открыла все печати. О, конечно. Ведь таково предание. Безусловно, ты подозреваешь обман и ложь. Естественно. Не бойся, моя колдунья. Тебе осталось лишь произнести его. Ну, смелее. Я знаю, что здесь нет моего суженого. Это ты, деда Егора, надоумил. Все ты! Но я не отступлюсь даже перед тобой. Я хочу, чтобы мой суженый оказался со мной. Чтобы он был жив, и я была жива. Чтобы мы были свободны и от аков ада, и от блаженства рая. Ты мне нравишься, Василиса. Исполню твое желание. Твой суженый уже перед тобой. Твой суженый – царь ада и повелитель бездны. Блин, Василиса, как же ты так? Твой суженый – это я. Что? Я не этого желала! Ах, эти мифы-предания. Изменчивые, как песок на берегу Безбрежного океана. Я создал черную книгу, Василиса. Я написал ее здесь, в чертогах преисподней. Когда замолк шелест страниц, и рука моя в усталости упала на этот самый аналой, прогремело пророчество. Кто посмотрит в сию книгу на небе, или на земле, или под землею, и откроет печать ее, тот с желанием в пламень прибудет и награду достойную в нем обретет. Нет, нет, нет! Предание не так говорит! Кто ты такая? Чтобы сомневаться в моих словах. Предание услышали черти и рассказали колдунам. Это было тысячи лет назад. Как думаешь, хорошо они запомнили слова пророчества? Но я и сам удивлен. Я ждал соратника, верного друга, еще одного принца в моем царстве тьмы. Но обрел спутницу, колдунью, силой которой еще не видел ни мир людей, ни мир демонов. Помнишь, как звала купцов на Михайловской Ростоне? Купец здесь, и он готов забрать свой товар. Никогда! Все твои уловки, вранье, недомолвки. Чего еще ждать от князя лжи? Я проделала эту дорогу не зря. Ты всего лишь еще один бес на моем пути. О-о-о. Не, ну не говорится, что с ним сражаться надо. Не слишком ли самонадеянно, Василиса, выступать против самого прародителя зла. Я выйду из пекла не с пустыми руками. Посмотрим, скрывается ли желание под твоей змеиной шкурой. Ой. Да ладно. Да ладно! Блин, нет, я подозревала, что будет что-то в этом роде, но так. Так, подождите, друзья, давайте мы посмотрим, что там у нас. Чернокнижник не получает урон, если все слова черные. Твою же дивизию. И это колдун. Ходит первым, если заговор меньше. Шипы. Накладывают шипы. О-о-о. О-о-о. Так, чернокнижник неснимаемый, этот неснимаемый. И колдун, естественно, несмываемый. А у нас и боровиков-то нету, чтобы ему что-то смывать. 666 урон. И шипы. И призывает еще другую нечисть. О-о-о. Так, друзья, я сейчас сделаю себе, наверное, успокоительного чайку. Мы с вами встретимся буквально через пару секунд. Так, друзья. Ну что ж, начнем. Соответственно, чтобы действовало, надо, чтобы была еще какая-то белая карта у нас. Поэтому придется ставить вот эту. Я бы с удовольствием поставила лишака. Но тогда его ход будет первым. Это будут шипы и так далее. Можем попробовать усилить свой урон. Вот эти, например. Ну и поехали. Кого он призывал? Одного, черта, надеюсь? Или двоих? Одного. Ну, бьем этого черта. А он бьет нас, да? Адское пламя. Аж 22. Да еще и на три. Щиты. Оберег, подожди. Искры. И... Адское пламя. Так, три заговора у него, да? Угу. Нам надо... сделать так. Нам надо поставить... Нам нужны горящие травы, черт возьми. И... 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 Поставить так. Могу я еще усилиться. Не работают тут эти бутылочки. Не работают тут эти бутылочки. Никак не работают. 17. Не пробью я этого. Ой, нет, подожди. Не надо всем. Не надо всем. Там шипы. Не всем. Боже, упаси. Не-не-не-не-не-не-не. Над себя это сколько будет? 15. Нет, плохая идея. Нет, плохая идея. Э-э... Порча. Малин, компот. Ну, придется, значит, на тебя. 15. Как бы мне еще усилиться бы? Еще бы усилиться бы. 18. Крова исчезла, нет? Ну, сглаз надо на тебя ставить. Вот так хотя бы. Тебя бы добить. Ай, как жалко, что тебя не добить. Ну, ладно. 18. Дофига не сняли. Скай, пламя, 20. Так, это, это, это. Зря я, кстати, съела трава. Потому что я сейчас буду от него получать же, да? Поскольку у него шипы. Или не буду? Попробуем, например, уничтожить щиты. Тебя. Нет, я трав не получаю урона. Это хорошо, это хорошо. Сглаз есть, да? Защита. Так, сколько у тебя? Раз, два, три. Офигеть. Четыре. Нельзя ему наносить урон. У него шипы, еще три хода. Порча. Тогда так. Ну, давай, горячие травы. Что делать? Наверное, так, да. Урон мы не увеличиваем. Мы ставим себе щит. Выстанавливаем здоровье, да? Так. Это мало, конечно, очень щитов с глаз. Негативный статус. А поглощение урона, где у меня? Вот, да? Поглощение урона. Вот таким вот образом мы действуем. А почему все равно проходит? Он у меня там напухал всякой херней. Защищаемся, ждем, пока не пройдет сглаз. Так, есть, что снимает негативный статус с меня. Один сняли статус негативный. Где-то у меня там еще, по-моему, было вот это вот. Что это такое? Э-э-э. Вот это вот это гниль. Увеличивает яд. Ну, придется снять еще один. Негативный статус так. Остальное вроде как. Вот последнее, что это? Не видно из-за карт. Это 8. Это у нас увеличение урона. А 6 это... Ну, как раз, так и... Оооо, какая хрень. Так, ладно, подожди, 12 мы поставили себе счетов, этого мало. Мне нужен сглаз. 28, этого тоже мало. Набожность. Всего-то на 3. 24. Так, что у тебя уничтожает все крепкие слова, оставшиеся в заговоре? Зараза какая. Искры и... Вот это всякая фигня. А у тебя шипы, я не могу ничего сделать. Снимает положительный статус. Давай тебя поставим. Вот так вот. Вот так вот. Ну, опять он начихал на меня слабостью и прочей фигней. Зараза. Шипы у тебя твои нет, не прошли. 11. Щиты. Так, увеличивает порчу. Ну, пусть увеличивает. А она увеличивает. А вот яд, елка с палками, увеличивает яд в начале хода на 5. Видим-ка мы тебе урончик твой. И пожалуй... Давай-ка следующий негативный статус. 12. Трижды 8, 24. Я с палками. 20 счетов. 20 здоровья. У меня тебя все равно бить нельзя. И более того, все, у меня придется расстаться с чем-то. Ну, например, там... Удвоить порчу. У меня нету белого заговора. Вот в чем дело. Вот где собак-то порылась. Вот где-то. Вот где-то. Продолжение следует... 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 Неплохо. Уроки черной магии не прошли для тебя даром. Ух-ух-ух. Ну мы сбили ему всего лишь 100 пунктов. Съели уже почти всю траву и... Ох, грибной хлеб. Хоть что-то. Какая-то белая карта. Так, сколько у него там? Раз, два, три. Порчу, порчу на тебя. Порчу надо, порчу с глаз. Рада. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну так тогда. Понятно, что краду я просто выбросила. Ну, надо освобождать место для новых карт. Ну, блин, компот. Что ты будешь делать? А? Урон. Щиты. И... И вот эта штука. Ну, надо, чтобы хотя бы этот... Он не пройдет. Потому что нету белой карты. Вот это вот совершенно идиотская система, что вот надо, чтобы была белая карта. Установим, поставим щит. Десять, да? Еще можно какой-то щит поставить. Я не знаю, что у нас бесполезное съесть. Только не брошку. Хи-хи. Ну, нет, наверное. Не буду я ничего есть. Так, и что-то надо выбросить отсюда. Что-то бесполезное. Вот какая хорошая карта. Порча. Шипы давай выбрасывать, потому как... Сколько там заговора? Раз, два, три, да? Вычеркнем это слово. Что делать? Черта призывает. Нет, больше никого не призывает. Смотри-ка. Так, вот, наконец-то. Наконец-то пришла вот эта штука нам. Подожди, а шипы нам засчитались? Да. Нам засчитались шипы. Смотри-ка. Порчу тебе. Три штуки, да? То есть могу еще что-то вводить сглаз. Еще порчу. Какой-нибудь щит бы мне. Ах, Лешак у меня прошел уже. Да, Лешак прошел. Жаль. Это будет долгая мучительность. Так, подожди, подожди, Моисей. Вот теперь осторожненько, Моисей. Не буду я тебя сейчас использовать. Он не даст мне ничего, потому что нету того, что надо. Так, а мы поставим себе вот они, горящие травы. И... Да, все-таки она засчиталась, как ни странно. Урон. Это и это, да. Ну, предположим, будем считать, что она засчитается. Хотя, мне кажется, что нет. Как-то все, но так действует странно. Так, мне нужны щиты или что-то в этом роде. Из чего мы их сделаем? Предположим, так. Ну, проходит и порча из глаз, несмотря на то, что... Вроде бы как... Не было белой карты. Потихонечку мы его ковыряем. Ну, очень потихонечку. Но тут главное не ошибиться. Снимает все негативные статусы. Зараза. 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 Мне просто нужна белая карта. М-м-м. Наверное, нет. Подожди-ка. Ну, давайте, да, употребим. Так. 22. 22. Так, клешака мы съели, трава работают, да? Ну, пока тут мне нечего делать, если только увеличить урон. 28. 28. 23. 23. 23. 24. 24. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 28. 29. 30. 29. 31. 45. 29. как бы мне на себя с глаз то положить чем бы нам не на тебя положить сглаз порча да вот себе порчи немножко вот себе еще порчи или это нам порчи а да нужно действует елка с палками как бы на тебя с глаз с глаз с глаз нету сглаза нету была трава я просто не запоминаю как они выглядят но была трава со сглазом полынь по моему нету полыни вот так так ну что почти половину мы у него убили и мы еще в принципе более-менее держимся 31 у него уже урон так порча из глаз так теперь чем мы защищаемся вот этим почему ход то не чисто силы а у него было два блин вот она и ошибочка всех она нам вот она и ошибочка у нас побрал теперь у него раз опять снимает все негативные статусы ты посмотри щиты это и это короче 4 приказа да а точно надо ставить все белые карты до чернокнижник ну вот у него 4 и у меня 4 и как это считается приказа у него три приказа у меня два приказа и два ключа где там этот ходит первым если у него меньше слов а вообще слов в заговоре чем у вас а если равное количество кто ходит 1 ну даже если он сейчас будет ходить 1 кстати нет нельзя чтобы он ходил первые этого никак нельзя допустить чтоб он ходил первые очевидно придется сожрать царские очи все было так хорошо порча с глаз но он их сейчас снимет хватит правда немножко но ох 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 онешки хохо ох это натрия ну нам хана мы этого не выдержим этого мы не выдержим единственное что я могу себе шипы может быть поставить они у нас есть уже но еще одни и двое спорчу так ума три а4 у него смотри приказа хорошо так вернее ничего хорошего для нас конечно рада уничтожить я могу и так тебя уничтожить вот класса довозить удвоиться двое сглаз всего одиннадцать да что ж такое то что у меня тут помощнее вообще 9 мы ну значит это а ко мне нужно съесть что-нибудь что это последняя пырь 20 счетов 20 счета 22 счета 22 счета 23 23 ну да от наших шипов он конечно получил но елки с палками устанавливаемся пупырь у нас еще работает дождико ну да немножко работает что там у нас господи мне нужно срочно у него сглаз срочно сколько у него там раз два три это просто необходимо поставить а вот сглаз а сглаз пока подождет да но он меня прибьет этот 34 на три раза это сколько это сколько это вот на тебя сглаз вот и так и чуть негативный статус еще не сделать такого часа жрать счетов что ли 38 это я на один урон от него отвяжусь 54 на 2 урона ну и все так теперь мне надо что-то что-то поставить что еще я могу ему нанести так вот не надо попытаться снять с него положительный статус так вот че-то было такое Тысячи лет поиска. И, наконец... Наконец... Ой, конец. Еще не конец. 36. Блин, я понимаю, что у него стоит вот это вот благословение. Увеличиваю еще его урон на 14. Мне бы снимать эти положительные статусы, но у меня нет такой карты и нет такой травы. Вот в чем дело. Это надо было запастись этими боровиками, но их не было в упор, вообще не было. Так, придется брать кита, потому что должна быть белая карта. У него три, да, заговора. Сглаза. Сглаза на нем нет. Порчу и... Сглаз. Наверное, так. А мне придется составить щиты в больших количествах. А, все ли шагмоне действует опять? Опять... Закончилось действие. Каме... Каме... ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Сильненько он нам снял, сильненько. Уничтожает все крепкие слова, оставшиеся в заговоре. Или это он урон нам такой наносит? Это как понять? 46. 46. Продолжение следует... Попробуем сделать так, но я не уверена, что это подействует. Надо было упыря слезть. О, ёлки, ёлки, ёлки. Ну, мы почти сравнялись. Что у нас тут снимает все негативные статусы. Он следующим ходом, зараза. На нём такая хорошая порча стоит. На мне шипы ещё есть? Есть. А, белых заговоров-то и нет. А, белых-то и нет. Может, прокатит? Может, прокатит, а может и нет. Ай, что ж мне сделать-то? Давай, съедим упыря. Нет, не прокатит. Не прокатывает. Ну, вот это сейчас серьёзно. Травушки. И у меня нету ни одного белого заговора. А, чтобы тебя пусто было. Попробуем так. Где мой лешак? Где мой лешак? Пропробуем так. Ну, они не прокатывают, когда нету белых. На травах. 39 на 3. Это сколько мне щитов надо? Я ему этим ходом урона совсем не наношу. О, блин. Ну, просто, чтобы себя щиты поднять. Давай, бессмертник. Последний. О, восстановился. Какая прелесть. Какая прелесть. Ну, попробуем так. Аня, смотри-ка, сглаз прошёл. И от шипов моих он получил. Ого, белая карта. Ура. Так, 32 на 3. Щиты. Оберег. И, как обычно. Так, значит, раз, два, три, четыре. Так, счетов нету, да? Порча. Вот это можно было вообще выбросить, потому что эта карта мне не нужна. Моментально используется. Отлично. Двое сглаз. Это сглаз у тебя, штамп, да? Снижает на 6. Удваиваем сглаз. Надо еще тебя чем-то вмазать. Хорошенько. 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 Сколько это будет? 9. Да что ж так, все плохо-то. 8. Еще хуже. Хорошенько. Ну, я боюсь, что при таком раскладе он походит первый. Поэтому щиты. Так. 24. Все, бессмертник исчез. Не будет больше у меня щитов. Ну вот. Да, он ходит первый. Хана. И не кем. У нас есть шанс. Только бы сейчас не допустить Чего-нибудь фатального. Там всего два, да? Давай-ка сделаем вот так. Короче, все. Все употребляем, что только есть. Все щиты от одной атаки. Но это всего от одной атаки. Не знаю, что еще получить. Благословение при потере здоровья. Все. Ну вот. Последняя трава, да? Давай попробуем эту. ДА! 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 Ох, какой она оберег ставит! Наша Василиса, держись! Ух, что ж теперь? Ой-ой-ой! ДА! Так, друзья мои, ждите, властелин геены 115. А, да, я забыла прочитать, я забыла прочитать нашу запись. Откуда взялась черная книга? Говорят, черную книгу написал змей. От змея перешла она Каину, от Каина Хаму, а когда пришел потоп, Хам скрыл книгу в камне. А когда кончился потоп, вышел Хам из ковчега, пошел к камню, отвалил камень, вынул книгу и передал ее сыну своему Ханану. И пошла книга от сына к сыну в род хамов. Не приняла ее проклятое озеро, и огонь не подпалил. Досталась она Новоходунассору царю, и творились всякие беззакония 42 века человеческих, пока не палит царство и не легла книга на дно морское. Там под алтарь камнем лежала она не весь сколько. И вот один араб за великие грехи свои взят был в плен праведным царем и заключен в медную башню. Но дьявол полюбил араба и научил его, как достать книгу. Чарами колдовскими сожжен был город, погиб праведный царь и все его христолюбивое воинство. И вышел тот самый араб из медной башни, спустился на дно морское и достал черную книгу. И пошла она гулять по белу свету, пока не заклали ее стены сухаревой башни. До сей поры она лежит там и не было еще никого, кто бы сумел ее достать. На 9 тысяч лет с тысячей связана она страшным проклятием. Так, что за сухарева башня? Мне уже даже интересно. Ну, а мы с вами... Непонятно, что делать-то гиена. Это мы... Подожди, лес грешников, разбитый алтарь и трон преисподней. Это как-то странно. У нас тут все происходит немножко. Нет! Только не это! Нет! Опять этот! Я так и знала, что... Так просто его не прибить. Отлично, Василиса, отлично! Вижу, я верно выбрал. Теперь помести книгу на аналой, чтобы скрепить наш союз. Никогда! Проклятый змей! Я сослужу великую службу всей Руси, когда твой поганый дух поглотит черная книга! Что? Жалкая смертная! Не испытывай мое терпение! Мне нет дела до твоего терпения, чертище! Посмотрим! Быть может, под твоей поганой шкурой скрывается еще одна печать! Опять? Опять? О, друзья! Ну, что делать? Я вам вот что скажу. Давайте тогда... Я вообще даже не знаю, сколько эта серия получится, возможно, придется разбить. И, наверное, продолжим мы опять же в следующей серии. Я потеряла счет времени, потому что, посмотрите, это мы сейчас будем бить еще столько же. А еще он восстанавливает постоянно 30 здоровья в начале хода. Травы на него не действуют. Увеличивает урон на 25. И щиты на 25 в начале хода. Вот себе бабушка и Юрьев день. И как с этим бороться? Катастрофа. Все, друзья, мы с вами прощаемся до следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел это, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока!